Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки и рыбового лоуна. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про жерлицу, как ее оснастить. В данном примере буду показывать на покупной жерлице. Покупная жерлица состоит из основы, из подставки металлической и катушки, ну и соответственно из самого сигнализатора. Сигнализатор это такой хлистик металлический, с ярко-оранжевой тряпочкой, ярко-красной, ярко-оранжевой для привлечения внимания. Оснащение жерлицы довольно-таки простое, что-то тут сложного нету. Ставится, устанавливается на нее леска от 0.35 до 0.5-0.7 мм леска монофил. Почему не стоит ставить на жерлицу плетеную леску? Но прежде всего, когда при подсечке, при увлаживании вы будете вытаскивать рыбу, есть риск того, что вы порежете себе руки, потому что на морозе плетня замерзает и соответственно врезается она в пальцы. То есть все пальцы будут у вас порезаны, если будет более-менее крупный экземпляр. Это от 1.5 кг до 2 кг, то есть довольно-таки проблематично, лучше всего использовать для этой цели монофил. Вот, монофил устанавливается сюда, ориентировочно где-то метров 20, потому что средняя глубина ловли по моим водоемам, домашним это где-то метров 3-5 метров. Но это много, конечно, 2-3 метра, основное место ловли, где-то я ловлю. Вот, соответственно, добавляем сюда саму размотку, пока вы подойдете, пока подсекете, это, соответственно, время. За это время хищник, как правило, отходит метров на 10-15 в сторону вместе с жутцом. Там его переворачивает и доедает. Вот, на жерлице я устанавливаю крючки-тройники. То есть, вот, можете посмотреть, тройничок такой. И ставлю поводок. Поводок можно ставить, когда вы используете леску, где-то до 0,45 мм ставится поводок вольфрамовый. Вот, чтобы у вас хищник его не перетер, соответственно, чтобы не упустить. Вот, если у вас леска стоит 0,5 и выше, тогда я, в принципе, и не ставлю. У меня есть еще жерлица, на которую я не устанавливаю поводки. Это уже с более толстой леской по диаметру, потому что там, в принципе, смысла не имеет. И хищник все равно его не перетрет, эту леску, за это время. Если в этом водоеме нет крупного хищника, там до 3 кг. Если от 3 кг имеется хищник и щука, тогда целенаправленно лучше ставить поводок. Потому что проценты 85, потому что у вас она вкусит леску и уйдет. Вот, далее. Устанавливаем крючок, тройник, поводок и ставим грузик. Вот, можно ставить поменьше грузики в зависимости от того места, где ловите. Груз нужен для того, чтобы у вас жерец, грубо говоря, не приподнимался с установленной вами глубины, с установленной вами горизонтом, вместо ловня. Вот. Как она устанавливается? Леска наматывается на катушку. Соответственно, зашли на точку, на лунку. Опустили сюда, вот она у вас вместе с жерцом, все это снасткой. Там грузик, вот снастка здесь живется. Соответственно, опускаете ту глубину, на которую будете ловить, там, метра на два. Вот. И заводите уже сторожок. Вот. В таком состоянии оставляете ее на лунке. То есть при поклевке там, когда плет хищник, там, щуку, окунь, судак. Вот. Она у вас срабатывает. Не хочет проскальзывать. Вот. Срабатывает вот этот флажок. И, соответственно, в таком положении продолжается смут лески. Сматывается, 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 сматывается. Когда вы, соответственно, подходите, вы уже можете наблюдать. Если хищник еще отходит от лунки, тогда продолжается сброс лески. Вот. То есть хищник отходит. Как только она остановилась, вы можете спокойно подсекать. Есть у меня жерлица, на которой я останавливаю одинарные ключки. То есть там имеет смысл ждать. То есть когда остановится развод лески, когда хищник отойдет, начинает постепенно переворачивать жерлица и его употреблять. Вот. Когда стоят у вас тройники, вот как у меня на этой жерлицке, жерличке, тогда имеет смысл подсекать сразу. Потому что тройник, в каком положении живется, не будет впасть в ущущие щуки. Он все равно подсекет. Вот. В принципе, все. Все, что я хотел сказать. Берегите рыбу, у них восстанет чешуи. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok